Что такое вредные привычки, как они формируются и что с ними делать? Для педагогов школы и учреждений дополнительного образования в Младежном Центре провели конференцию, посвященную актуальным темам. Вовремя увидеть, понять, предотвратить, уберечь ученика от неверного пути – общая задача для всех, кто занимается обучением и воспитанием молодого поколения. Вредные привычки актуальны всегда. Вредные привычки – это не значит, что человек злоупотребляет какими-то веществами, алкоголем, никотином. Вредные привычки же бывают разные. Например, грыть ногти. Вредные привычки всегда актуальны, но, к сожалению, психоактивные вещества тоже имеют место быть. От этой эпидемии мы никуда не денемся. Не всегда взрослым сразу понятно, что ребенок начал употреблять запрещенные вещества. Зачастую к специалистам обращаются уже, когда изменения в психике видны невооруженным глазом. Например, у подростка начинаются панические атаки из-за курения вейпов. Но бороться с зависимостью уже на этой стадии сложно, а гораздо эффективнее предотвращать ее, либо на крайний случай начать бороться, еще когда привычка только в зародыше. У нас есть подсознательная программа. Не у всех же вредные привычки есть. Не все курят, не все употребляют алкоголь. И для того, чтобы победить эту привычку, нужно обязательно работать с подсознанием, с подсознательными программами. Вот об этом я и буду говорить. Когда они формируются, эти подсознательные программы, в каком возрасте, почему они формируются и почему они у человека вообще стартуют в жизни. Соответствующий запах, расширенные зрачки, неадекватное поведение должны послужить тревожным сигналом для родителей. На ранних стадиях проблему может решить психолог, работая и с самим подростком, и с его родителями. К сожалению, зачастую взрослые осознают проблему, когда она приобретает совершенно другой масштаб. Тогда без обращения к психиатрам и наркологам справиться с зависимостью уже нельзя. Со мной согласятся, наверное, все мои коллеги. Наркомания неизлечима. И если на каком-то этапе возникновения пристрастия к заболеванию, можно его остановить? Можно. То если оно уже возникло, лечить очень тяжело. В среднем в России на учете стоит полмиллиона наркоманов. Это только официальные цифры. Реальные масштабы проблемы гораздо хуже. По данным ФСНК, в стране насчитывается около 6 миллионов наркоманов. 60% из них – молодежь от 16 до 25 лет. Подростковый возраст и переход во взрослую жизнь – непростое время, полное внутренних конфликтов и противоречий. И зачастую молодые люди полагают, что преодолеть эти сложности они могут с помощью химического допинга. Подростка порой сравнивают с гадким утенком, который стоит на обрыве. Он либо вспорхнет и превратится в прекрасного лебедя, либо упадет в пропасть. Конечно же, есть предпосылки для развития зависимости от психоактивных веществ. Это и биологические предпосылки, если мы говорим о детях со слабой нервной системой, с наследственными заболеваниями. Ну и предпосылки социальные, безусловно, окружения. Безусловно, окружения. То есть, если подросток находится среди тех, кто употреблял, то вероятность того, что его вовлекут в этот порочный круг, она очень велика. Подрастающее поколение сталкивается не только с наркозависимостью. Невозможность оторваться от гаджетов тоже становится большой проблемой. В пятницу Молодежный центр проведет встречу для родителей, посвященную этой теме. Начало в 18 часов. Вход свободный.